вообще-то существует специальный фильтр для создания загнутых уголков я например его постоянно теряю при переустановке системы да и потом уголки загибать на каждой фотографии тоже не будешь это что ж получится целый альбом с фотографиями и все с загнутыми уголками с прием достаточно визуально сильный или запоминается поэтому лучше при надобности загнуть уголок штатными средствами фотошопа как это сделать делаем копию слоя под эту копию добавляем новый слой и окрашиваем его допустим в белый цвет теперь основной слой нам уже не нужен мы его удаляем вместо белого цвета здесь может быть любая картинка например бумага в клеточку это будет подложка то есть то изображение которое будет видно под отвернутым уголком переходим на слой с картинкой выбираем полигональное лассо она выделяет области прямыми линиями отмечаем первую точку вторая точка в углу изображения 3 где-то здесь и возвращаемся к исходной эту треугольную область мы вырезаем вообще напрочь и вставляем в новый слой по умолчанию photoshop сам делает этот новый слой выбираем инструмент свободная деформация control-t сочетание клавиш и подтаскиваем его к нашему уголку переворачиваем картинку по горизонтали и поворачиваем так чтобы гипотенуза этого треугольничка совпало с нашим обрезанным краем тут придется немножко постараться ну вот так для наглядности увеличим нашу рабочую зону тогда мы заметим что все-таки небольшое несовпадение здесь имеет место но это два разных слоя и мы свободно можем двигать картинку теперь берем выделение выделение эллипсом и рисуем здесь некую окружность надо постараться так чтобы совпали с вот этими линиями ограничивающими картинку применяем быструю маску берем снова инструмент свободное трансформирование и придерживая клавишу control левый уголок утаскиваем утаскиваем влево вверх при этом вот здесь она ушла от картинки мы все выделение немножко корректируем вот таким образом передвигается в данном случае все передвигается с помощью клавиш курсора то есть смотрите значит картинка у нас должна загибаться вот в этом месте вот таким образом раз и вот она сюда загибается можно немножко так сделать сохраняем деформацию и уходим из режима быстрой маски находясь в слое уголка назовем его так удаляем выделение теперь выделение инвертируем берем ластик небольшой по размеру находясь слой уголка вот из этой точки контакта эллипса с картинкой да проводим ластиком до вот этой точки контакта это мы стираем лишнее переходим в слой картинки и снова ластиком здесь раз теперь если мы снимаем выделение вообще вот видим как уже обрисовался загнутый уголок но пока на нем картинка в принципе это как бы зеркальная картинка то есть мы смотрим на изображение изнутри ну надо нам это или не надо сложно сказать ну пусть будет не надо тогда берем инструмент яркость контрастность уменьшаем яркость уменьшаем контрастность вращаем этот уголок в серый причем теперь мы замечаем что он не совпадает с картинкой ничего страшного разные слои легко редактируются перемещаются проблем в этом нет никаких подкрутили сдвинули так как нам надо уголок получился но пока он выглядит плоским нужно придать ему объем берем инструмент затемнения ну примерно половины его мощности применяем для цветов цветов и находясь в слое уголка легко так проводим несколько мазков переходим в слой картинки и делаем тень от загнутого уголка можно возвращаемся на слоя уголка берем инструмент осветления и тоже здесь покраю так легонько вот получается объем последний штрих уходим на слой подложки снова берем инструмент затемнения можно увеличить диаметр кисти легким движением руки делаем тень от уголка смотрим на картинку в целом в принципе вот так можно загнуть уголок ну дальше можно фантазировать делать его каким-нибудь другим цветом или более прозрачным но принцип исполнения таков а а а а а а а а а Продолжение следует...